Моя семья знала, что я сижу и днем, и утром, и ночью в компьютере, потому что так это меня в этот компьютер уже затянуло, в принципе, началась тут уже действительно любовь. Никто этому не верил, ни моя старшая сестра, которая не живет со мной, ни сын, никто этому не верил, все думали, просто это игра. Ну, просто времяпровождение, увлечение. Я им единственное, что сказала, что это не увлечение, на самом деле мне очень-очень нравится, и я его полюбила, и я полечу туда. Да. Опять же, никто мне не поверил до последней минуты, пока я не приехала и не показала ему уже билет на самолет. Но никто не знал, я сама даже не думала, что я выйду замуж. Я просто поехала к нему в гости, познакомиться с семьей, как бы отдохнуть там. Но побыв, когда я прилетела туда, встретили меня очень хорошо, очень тепло, я даже этого не ожидала. Ну, как родную встретили. А через неделю он просто заходит в комнату и мне сообщает, завтра у нас свадьба. Ну, и на следующий день мы проснулись, в комнату внесли белое свадебное платье, мы оделись, пришли друзья, гости, и мы поехали в ЗАГС. Когда перед свадьбой, она у меня спросила, как ты смотришь на это, что я выйду замуж? Я говорю, мам, я вырос, я говорю, живи теперь для себя, все. А потом мы уже начали изменения в маме, я замечаю, что она, ну, как бы помолодела, уже не такая, уже не такая, которая была. У меня один проблем, просто это вот эту зиму, еще вот эту гору, люди очень нормально, потому что много раз я приеду до горы, люди видят, сказали, А шунник, пожалуйста, фокту можно? Я сказал, да, да, да. Но ты же обливался здесь у нас? Обливался вот в крещении холодной водой? Да, я тоже приеду там, будет зимой. Потому что я в виде... Да, на даче обливали холодной водой. Приучаем его как бы полностью к адаптации нашего климата. Ну, в принципе, он адаптировался. Я учил два месяца, и два месяца, и два недели я учил от ШГУ. А сейчас у меня школа закончена, и у меня есть дипломатия в Сабике. А потому что новая... Закон? Закон, спасибо. Я еще раз учил вот эту Россию, историю, потому что я учил на работу. Я думаю, что последняя наша мечта, заветная, это родить еще ребеночка, независимо, мальчика или девочку. Я тоже, а сейчас я, вместо я кушаю рубинка, потому что я очень кушаю рубинка. Как бы, чтобы у нас была полноценная, счастливая семья, чтобы в нашем доме звучал детский смех, игра, уют, тепло, счастье. Без детей нет полного счастья. Без детей нет полного счастья.